Вы попали в зону конфликта. В зону конфликта я имею в виду, что многие из вас автомобилисты получили уведомление о том, что плохой совпуск Ленина отключил всю воду-канализацию, я не помню, как там было написано, и поэтому вас вынуждены, из-за того, что совпуск Ленина плохой, переместить. Первое. Кто с самого начала живет в доме? Вы видели, что когда дом сдавался, там вместе с домом был построен пост охраны, ну КПП, через который сейчас вы все проезжаете. Этот пост охраны был построен вместе с домом и является общей домовой собственной. Все недавно мы обнаружили, что этот дом охраны был оформлен некто Макаренковым в собственность. В чем оформлен очень интересным образом. Макаренков, есть такой судья Смирнов, очень интересный, который все наши дела смотрит и все не в нашу позу. Макаренков подал суд на Ленинский муниципальный район и признал это строение как будто бесхозным и оформил на себя. Мы вызвали с Ларисой Анатольевной и господина Макаренков сюда, предложили ему добровольно этот дом передать в собственность, в общую долевую собственность. Соответственно, им управлял управляющий компания Макаренков ответил отказом. И вот документы, которые позволяют сказать, что начиная с 16 июня сотрудников совхоза, которые занимаются обслуживанием КНС, не пускают туда для обслуживания. То есть они фактически взяли в заложники весь совхоз. Потому что если там что-то произойдет, а там нужно ежедневно чистить, потому что, не дай бог, что-то забьется, тогда весь совхоз останется без канализации, а соответственно без воды. И не только ваш дом, но вообще все дома и детские и дошкольные учреждения. Мы на протяжении двух с половиной недель ведем переписку с МВД, с МЧС, с различными другими службами, которые, на наш взгляд, должны нас туда просто отвезти. Потому что, еще раз повторяю, и земельный участок, и здание принадлежит совхозу. Противная сторона Макаренко заявляет, что мы вас не пустим, пока вы нам не подключите другие объекты к электрическому выводу снабжения. Для тех, кто не знает, скажу, что у нас есть законодательство Российской Федерации, есть специальный закон о водопотреблении и водоотведении. И закон о электроснабжении, который определяет, какой порядок заключения договоров электричества и воды. Электричество – это вообще не наша тема, потому что мы не электросетевая организация, и мы не поставляем электричество. Это нужно заключать либо с МАЭСКОМ, либо с Россетью. У нас есть несколько компаний, которые этим занимаются, и мы электричество в отношении неимы. А вот вода и канализация мы имеем с единым поставщиком. И в соответствии с законом, и по установлению правительства, принимаем заявки на подключение по установленной форме. Там четко написано в пункте 16 и 17, что должны сделать. Мы неоднократно уведомляли господина Макаренкова, который игнорирует наши предложения. Но вообще-то последнее предложение было таким. Давайте мы включим вам электричество и коммуникации, вы нас запустите. И потом каждый пойдет оформлять, они считают, что мы должны оформить сервитуты, правда, тоже очень интересный момент. Наши земельные участки, на которых стоит КНС и ливневая канализация, внутри их земельных участков. А их земельные участки, внутри нашего земельного участка. И мы говорим, слушайте, вы же спокойно ходите по территории, по нашей. Ну возьмите и, скажем так, запустите нас. Потому что мы же не идиоты, они налили охранную фирму, пугают электрошокерами. Мы видим только охранную, там сейчас, буквально, сейчас проезжало в районе 9 человек, до 25 спортивного телосложения. Они постоянно ходят вокруг территории. Бойцы? Бойцы, да. Я вам так скажу, что поскольку Артем Павлович Грудинин связан с рейдерами, это рота Агро, скорее всего, это одно из элементов рейдерской атаки. Потому что именно он привел сюда, ну, используя, скажем так, мою бывшую супругу, этих людей. И это одна из попыток надавить на совхоз. Просто они взяли в заложники весь совхоз, коммунальный, скажем так, сектор. Вот есть некто Гончаров, слышали такую фамилию, да? В телефонном разговоре с главным энергетиком Лебедевым, он заявил, что если мы отключим электричество, то они порвут кабели на КНС. Ну, естественно, мы написали в ОВД, естественно, сейчас все телефонные разговоры по биллингу можно посмотреть, кто кому звонил, и прослушать, если это необходимо. По большому счету, это такие террористы, которые поставили под удар, потому что два кабеля, если порвать на КНС, тогда оно точно встанет, и, соответственно, сразу перестанет вода. Потому что если некуда сливаться с канализацией, она же не будет, скажем так, стоять. Поэтому мы вынуждены будем отключить воду. А что такое летом? В детских садах, в школах еще где-то отключить воду. Это такие террористы просто. Причем на переговоры они не идут. Были переговоры в составе мой заместитель, главный энергетик Лебедев и главный теплотехник Осыщенко. Эти переговоры мы к чему не привели, потому что, как только мы им говорим, что, слушайте, давайте мы вам включим электричество, запустите, потом все будем оформлять. Вы пойдете в Россети, мы пойдем, если не согласитесь, в суд о сервитуте. А они на это не пошли и сказали, что там еще у нас есть много интересных предложений по дедушке АУ, еще чему-то. Мы говорим, слушайте, давайте решим проблему, а все остальное потом. Это письмо. Вот видите, какая пачка. Мы замучились писателям. Вот все объяснительные, служебные записки, всех без исключения. Вот то, что они не платили за три месяца, даже по тем договорам, которые были на мойку. Потом договора, скорее всего, прервались. Мы им предложили в соответствии с законом постановления правительства сделать все. Они же хотят, чтобы мы их все научили. Открыть постановление правительства и прочитать, какое количество документов необходимо для того, чтобы заключить договор водопотребления и водоотведения, у них сильный поток. Но зато нанять кучу охранников, плюс еще вот этих ребят, которые журналисты, независимые. На самом деле, просто, наверное, боевики. Судя по всему, они из боевого братства. Они, значит, нашли деньги. Еще раз. Я не призываю ни к чему. Крайняя мера, которую я включаю на случайный комплекс, я говорю, слушайте, дети, по дистанции вам сейчас эти все нафиг не нужны. Но мы ждали, когда закончится у властей особое отношение к голосованию, вы знаете об этом. И они все нервные, нам не нужны были скандалы до этого. Вообще нам никогда скандалы не нужны. Мы находимся в сложном положении, мы всегда пытаемся договориться. Но если случится то, что опять полиция не сработает и ничего не будет возможного, я тогда к вам обращусь. Вы тихо, мне ничего не надо. Нам не нужно ничего чужого. Нам нужно, чтобы наших работников допустили до КНС, потому что иначе авария придет к тому, что никакого воды не будет. И у нас нет никаких мыслей. А вот что касается оформления или переоформления дома, подключения или не подключения любых объектов, которые принадлежат Макаренкову и его друзьям, к сетям. Все это в соответствии с законом. Никто не собирается, они придут в сетевую компанию, она им напишет технические условия, они их выполнят, и вопрос подключится. Есть постановление губернатора, которое определяет тариф за подключение к нашим сетям, поскольку мы водопроводоконализации, это единый представщик. Мы им выпишем все, напишем технические условия, они все выполнят, и подключатся. Не вопрос никак. Но халявы у них не будет. Это тоже. Ну, поскольку вы знаете позицию Сахоза Ленина, могу сразу сказать, что никто не пострадает. Уже открыта стоянкой, вот немного дальше, там где стоят скорые помощи, заезд в Вегас. И она будет работать, пока наберется определенное количество людей туда, бесплатно. Там охрана, там, вот, когда будет установка шлагбаума? Я думаю, что в конце этого началась следующая неделя. Ну, пока там есть ворота, это все закрывается. Значит, каждая машина будет списана, как положено, у каждого будет свое место. То есть, такая же охранная, скажем, охраняемая стоянка будет предоставка. Второе, мы договорились вчера с Старлайком. Значит, они тоже на свою территорию будут запускать. Ну, сначала бесплатно, потом, если это продлится какое-то время, установлена будет плата. Вы платили по 3,5 тысячи, по-моему, да? Безплатно. Безплатно, сейчас и место. А? Нет, были, мы с тобой читали. Значит, кто-то читал с самого начала, года 3,5. Потом уже, к дальнейшему времени, 4. Я вам так скажу, что с ума будет снижена. А вот руки выкручивать нам неправильно.